Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я вязал вот такую мушку из семейства Тенкара, которая довольно-таки уловистая. Но для специфики нашей рыбалки не всегда такая форма подходит. Поэтому я хотел бы вам предложить немножко другой вариант, но с использованием этих элементов, связать мушку. Заранее прошу прощения у родоначальников этой рыбалки за своеволие. Я беру вот такую иголочку. И мне понадобится помимо иглы вот такая полипропиленовая пряжа. Если у вас по каким-либо причинам этого нет, можно использовать кусочек пенки и на пенке это все связать. Но учитывая малые габариты своего крючка, я буду использовать этот материал. Креплю нить. Нить должна быть достаточно тонкая и крепкая. И совсем-совсем немножечко. Вот такую небольшую кисточку я беру нашего пенопропилена. Здесь же прихватываю. И на этом месте я креплю перышко. Пёрышко я подготовил из остатков вот такой гризли для сухих мушек. Капну немножечко клея. Чем-то напоминает парашют, который мы изготавливаем. Клинхаммер. Но я соблюдаю почти все традиции изготовления мушки из семейства Тенкара. Крепим перышко здесь. Хорошо прихватываем. И делаем ровно столько оборотов, сколько позволит то крыло, которое мы хотим изготовить. Если вы будете рыбачить на течении, и рыба осторожная, желательно не использовать большое количество пера. Если в заводе при дуновении ветерка, то здесь большого значения не имеет. Очень хорошая, уловистая мушка. Я наподобие изготавливал уже очень давно. Натолкнул меня тот факт, что рыба кушает семена дуванчика, которые попадают в воду. И делаем здесь завершающий узел. Ничего не поправляем, не отрезаем. Закрепляем нить и снимаем с иголочки. И у меня вышла вот своего рода такая кисточка, как на Клинт Хаммере. Теперь, пока подсохнет наш клей, берем крючок. Крючок я использую от фирмы Страйк. Очень удобен. Напоминает Тимку 200Р. Величина крючка 16 номер я изготавливаю под конкретную рыбалку. Для плотвы и красноперки. Крепим наш крючочек. И подбираю место, где у меня будет находиться крыло. Приблизительно отступаю 2-3 миллиметра от колечка. Креплю нить и добавляю капельку клея. Закрепили нить. Теперь я подобрал все вот так вот перышки, чтобы у меня были вверх. Слегка придерживаю пальцем. И прикладываю на место крепления моего крыла. Следим за тем, чтобы все было равномерно. Прихватили. И на косую я теперь отрезаю свой пенопропилен. Вместе с тем пером, который я крепил. Отрезаем. Для изготовления тела я буду использовать остатки силиконовой резиночки, которая у меня осталась. Здесь же я закреплю эти два кусочка. Вот у меня золотистого и зеленого цвета. На место крепления капельку клея. И добавим немножечко на наше еще цевьё. И в натяжечку я креплю по всей длине до загиба. Вот так закрепили. И теперь нить нашу возвращаем обратно. Оставляем здесь. В начале я сильно натягиваю, а потом натяжку начинаю отпускать. Но еще раз промажем немножечко клеем. Так как у нас здесь подложки нет, будет крепиться только один силикон, который достаточно скользкий. Чередование цветов вы можете для себя подобрать сами, как вам будет удобно. Мне, например, по остаткам понравился вот такой цвет. Я буду им изготавливать. И к грудке, подходя к грудке, натяжку мы ослабеваем. И крепим здесь наш силикончик. Закрепили, остатки отрезали. Как всегда, в таких мушках я использую павлинье перо для того, чтобы изготовить грудку. Я подготовил парочку перышек. Если у вас, повторюсь, нет, попробуйте заменить его даббингом, который имитирует павлинье перо. И изготавливаем грудочку. В laughed initially. Грудь. На линии перо для подвижения на линии перо. Обами equitable перо. Посты. Летя. Окей. Мелая двор. М pane. Павлину. Промажу немножечко нитку клеем, здесь сделаю завершающий узел. Вот мы вроде бы и связали мушку тенкара, но под наши условия рыбалки. В чем заключается наша особенность рыбалки? Я приблизил, чтобы вы смогли более детально рассмотреть эту мушку, почему я изготовил в таком варианте. Если на горных речках Японии и в других регионах очень уловистая там мушка за счет того, что она движется по течению и необходимо, чтобы конусность была соблюдена, то нам хотелось бы рыбачить и в наших заводях и медленно текущих реках. Поэтому я само крыло сдвинул немножечко в сторону и вверх, для того, чтобы я мог выполнить какую-либо проводочку или движение для своей мушки, так как течение мне уже здесь сильно не помогает. Тело довольно-таки удачно, что используется силикон, он практически имеет нулевую плавучесть и помогает нашей мушке сохранить хорошую плавучесть. Величину опушечки выбирайте себе сами в зависимости от условий рыбалки. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.